а мы сейчас на скобках мы тут копаем да давайте позвоню конечно мы все родом из детства то есть меня к родственникам в город ржев город славы воинской до отправляли на лет бабушки а там эта тема великой отечественной войны она очень сильно звучит там и в окружающем пространстве и в людях и в памяти народной это площадной поиск с металлодетектором ребята патрули ходят по двое один с металлоискателем другой с лопатой обследуют где какой подъемный материал находится который нам говорит о картине боя и когда мне исполнилось 18 лет я принял решение что надо вообще-то в городе одинцово создать свое подразделение которое будет точно также тем более что какой-то опыт у меня уже имелся поисковая работа и такое подразделение было создано в 1997 году поисковый отряд китеж был сформирован все пригласил ближайших соратников друзей знакомых с кем учился в школе с кем учился в академии темиральской и такой первый коллектив он в общем-то был сформирован и начал ездить в экспедиции поисковые одинцовском тогда еще районе русском районе и начались вот ежегодные экспедиции и вот как раз такие моменты ты видишь отзыв от живых людей что это нужно и нужно очень и очень воспринимается ты понимаешь что да это действительно нужно важно и стоит этим заниматься появляется силу двигаться дальше развиваться и мы двигаемся дальше и развиваемся но политика нашего поискового отряда конкретно поискового отряда китиш она в том что надо наводить порядок на своей родной земле вот жители одинцова и окрестностей и здесь вот кубинка звенигород бои и вот мы сейчас с вами здесь сидим в студии да в окопах до сих пор лежат солдат поэтому каждую весну и конец лета у нас экспедиции на несколько дней сейчас мы собираемся будем выходные разведки проводить то есть землю вокруг сгребали и насыпали вот в эту насыпь создавая некий погребальный комплекс как он на самом деле выглядел мы не знаем поисковая работа это все-таки общее дело в котором принимают участие и поисковики как люди с лопатами и с металлоискателями которые в экспедициях и в архивах и большое количество людей которые им помогают мы взаимодействуем и с ветеранскими организациями и со школами меня по-первых это тот же самый интерес двигал что вот раскопки война какие-то предметы военные артефакты все это как-то очень интересно все это как-то заражило и вот такой щелчок сознания с этого интереса какого-то историческо-краеведческого кладоискательского на именно увековеченной памяти и восстановление исторического справедливости он произошел когда вот человеческие кости они были найдены